Приветствую вас. Ваша реакция на подобного рода инциденции, она в общем и целом нормальна. То есть, действительно неприятно, когда человек, незнакомый, ведущий себя странно, и именно странно ведущий себя, действительно неприятно, когда этот человек за тобой ходит, что-то тебе показывает и так далее. Этот момент действительно становится неуютно, не по себе, тревожно, ты не знаешь, что делать, ты не знаешь, как поступить. И это, на самом деле, действительно тесело. Это тесело. Это правда. Но. Но. Дело в том, что реакция довольно ваша нормальная. А вот, что ненормально, так это то, что вы на протяжении продолжительного количества времени, а именно времени, вот, как вы сказали сами, несколько часов прошло. Выблизуи. И вот это плохо-плохо, что выблизуи. Дело в том, что злость, ну вот, которую вы испытываете. Испытовали, точнее, злость. Злость, она связана с тем, что вас лишили того, что вам приносило удовольствие. Вот. И это проблема, потому что получается, что вы достаточно тревожный человек. Получается, что вы достаточно тревожно себя ведете. Получается, что вы не уверены в себе, боитесь каких-то вещей. Ну, например, может быть, вы боитесь того, что вам приснят боль, например. Либо вы боитесь чего-то еще. Вот. Это не так важно в данном случае. Важно именно, что вы боитесь. И причина вашего страха, она опять закроет ваши важные неуверенности в себе. В первую очередь, конечно же. Так что, именно здесь можно говорить о том, что вы сами отчасти несете ответственность за то, что произошло с вами. Вот. Далее. То, что не было охранника, и то, что вас потом хотелось наказать охранником. Это проявление агрессии. Агрессия сама по себе, ну, помимо того, что она указывает на тот факт, что вы, значит, не способны или затрудняетесь говорить о своих чувствах, затрудняетесь реализовывать свои чувства. Значит, помимо этого, агрессия говорит еще и о том, что вы не обеспечиваете себя чувством защищенности. Вы не можете обеспечить себя чувством защищенности, и именно поэтому вы ответили наказать охранником. Потому что этот человек, который вас преследовал, он у вас вызывал агрессию. Ощущение беспомощности, а потом, после того, как это прошло, вам, ну, у вас появилась потребность. Значит, вернуть этот страх кому-то, то есть слить негатив, который вам причинили. И вот как раз таки слить негатив вы и смогли, как оказалось, на охранника. То есть вот этот вот негатив, он проявился в том, что вы хотели наказать охранника. И опять же, это проявление агрессии. Проявление агрессии здесь, скорее всего, не первый раз. То есть у вас, вероятно, часто появляется такое желание кого-то наказать, как мне думается. И, соответственно, если я в этом прав, если вам действительно, если у вас периодически действительно возникает желание наказать людей, ну, кого-то наказать, да, не важно кого, то это проявление садизма. Опять же, проявление садизма здесь связано с отношениями в детско-родительской семье и в семье. То есть вот как у вас отношения в детско-родительской семье складывались, так вот вы и пытаетесь проявить, значит, себя. То есть если в вашей семье, например, часто были какие-то ссоры и так далее, то естественно, что вы привыкли к тому, что только через ссоры люди проявляют свои чувства. И только через агрессию, через наказание человек, по вашему мнению, может понять, что он поступил неправильно. понять, что он поступил плохо. Только через наказание. То есть для вас вот это вот проявление жесткости такого типа, это, ну, чуть ли не единственный возможный путь для того, чтобы донести свою мысль до людей. То есть показать, что вам, например, что-то неприятно может быть показать, что вам, значит, вы хотите какую-то мысль донести определенную до человека, вот только так. И это плохо, потому что в жизни вам будет довольно тяжело построить отношения с людьми, потому что если у вас действительно есть такие вот садические наклонности, то есть нужно понимать правильно. Садические наклонности не в том, что вы желаете всем причинять боль. Не нужно понимать это так. Говоря садические наклонности, я имею в виду именно вот это вот, вот это вот желание, вот это вот желание наказать. Которое само по себе является, в общем-то, ну, не что-то бы странным, скорее, ненормальным. Потому что, ну, не было охранников на месте, ну, где-то у них были свои дела, да, где-то у них были, там, видимо, проблемы какие-то, может быть, да, и так далее. Вам не хотелось именно, чтобы кто-то, кто-то пострадал за вам. И это модель семьи. Модель семьи у вас такая, если кому-то плохо, то страдает там, ну, скорее всего, кто-то другой, да. То есть, какой-то, какой-то родственник страдает, скорее всего. То есть, мы же, мы же всегда, мы же всегда копируем в некоторой степени поведение своих родителей. И, соответственно, если родители ваши срывались друг на друга, например, то, соответственно, вы тоже обладаете склонностью к этому. И если вам хотелось бы эту ситуацию поменять, делать все в том, что люди, которые вас могут раздражать, они будут всегда. Всегда. Они всегда будут эти люди. Так или иначе, в вашей жизни. Так вот. И если вы будете на них обращать внимание, когда, если вы будете позволять этим людям выводить себя из равновесия, и уж тем более, если вы будете потом желать людям негатива, да, и будете стремиться людей как-то вот наказать за то, что вам было плохо, ну, ситуация не будет какой-либо хорошей, к сожалению, и ситуация не будет, к сожалению, для вас позитивной. Да, всегда вы будете страдать по большому счету. И по большому счету, если вы будете страдать, то, соответственно, будут страдать и ваши близкие, те, кто рядом с вами, например, ваша девушка, ваши дети, может быть, и так далее. И это довольно серьезная проблема. Ну, если вы не хотите, чтобы так было, конечно. То есть, если, если вам, например, все равно, или если вы считаете, что это, это, ну, не про вас подобное, то вопрос другой. Но, как психолог, я вижу именно, именно это. То есть, а представьте себе, что на месте этого человека, например, скажем, ну, был бы кто-то другой. Представьте себе, что на месте этого человека, например, был бы кто-то более опасный, да, вот, ну, просто более опасный кто-то был бы, и что тогда было бы? Вы бы тоже тогда желали бы людям негатива. И без разницы, да, что, там, ситуация не всегда зависит от этих людей. Вот. Поэтому я полагаю, что эта проблема именно ваша. Я полагаю, что это именно ваша проблема. И вот именно потому, что эта проблема ваша, именно по этой причине, вам и нужно разбираться с ней самостоятельно. В первую очередь, вот, самостоятельно. С разбираться. Потому что людей, людей много вокруг. Людей очень много вокруг. И если вы на всех будете обращать внимание, ну, никаких нервов вам не хватит. Это я совершенно однозначно могу вам сказать. Вот. Поэтому я думаю, что вот так вот можно вам ответить на вопрос, который вы задаете. Значит, почему их один капитан только за вами? Видите ли? Условно говоря, условно говоря, этот человек, он маньяк. Да, ну, у него маньякальная идея, вот он, значит, у него такая вот маньякальная идея, да, что он, вот, один за вами. Просто маньяк. Вот. Если человек маньяк, то у него есть такая особенность, что маньяк, он на кого угодно не пойдет. Маньяк выбирает людей всегда, жертву, а вы для него именно жертвы, стали жертвы для него. Так вот, маньяк, он выбирает всегда жертву, у которой есть определенный криквизис. То есть, маньяк выбирает всегда жертву, у которой есть определенные проблемы, определенные сложности, скажем так. И именно поэтому он сходил за вами. Маньяки чувствуют, когда, ну, люди, вот, перед ними, они не уверены в себе. Маньяки чувствуют, что, маньяки чувствуют, когда люди перед ними испытывают, ну, например, трудности какие-то. Да? И так далее. То есть, люди это чувствуют, маньяки это чувствуют. Он это чувствует, и именно, вот, потому что он это чувствует, он так вот себя и ведет с вами. И он именно поэтому на вас, как бы, и обращает внимание, потому что знает, что вы самый такой уязвимый. Вот, соответственно, если к вам почитал маньяк, да, вот, ну, значит, у вас есть определенные проблемы. И, значит, есть о чем подумать, и есть, значит, над чем поработать, в любом случае. Потому что, если бы не было ничего, вот, то, соответственно, маньяк бы к вам не подошел бы, потому что он, он почувствовал бы, он почувствовал бы, что у вас все нормально, что вы дадите опор, если что, ему. Вот, так что, я думаю, что вот так вот можно вам ответить на ваш вопрос. На этом все. Надеюсь, что мой ответ вам полезен был. Если у вас дополнительные вопросы какие-то остались, вы можете писать мне в личку. Буду рад вам помочь и отвечать на вопросы. Если понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи вам! Продолжение следует... Продолжение следует...